Дискретизация по времени То бишь оцифровки Состоит в выборе частоты дискретизации аналогового сигнала Чем больше частота, тем точнее соответствует цифровой сигнал аналоговым Однако пропорционально увеличению частоты возрастает Во-первых, интенсивность потока цифровых данных А пропускные возможности интерфейсов не безграничны Особенно если записывается или воспроизводится одновременно несколько каналов Во-вторых, вычислительная нагрузка на цифровые процессоры А их вычислительные возможности также ограничены И в-третьих, объем памяти, необходимый для хранения цифрового сигнала Очевидно, что необходим компромисс От выбора частоты дискретизации зависит частотный диапазон полученного цифрового звука И максимальная частота аналогового сигнала Правильно представленная в цифровом Считается, что человек слышит частоты в диапазоне от 20 до 20 тысяч Гц Согласно известной теореме Найквиста Для того, чтобы аналоговый, то есть непрерывный по времени сигнал Можно было точно восстановить по его отчетам Частота дискретизации должна быть как минимум вдвое больше максимальной звуковой частоты Звуковая частота, равная половине частоты дискретизации, называется частотой Найквиста И является максимальной частотой, которую данная цифровая система Может правильно сохранить и воспроизвести Таким образом, если реальный аналоговый сигнал, который мы собираемся преобразовывать в цифровую форму Содержит частотные компоненты от 0 до 20 кГц То частота дискретизации такого сигнала должна быть не менее 40 кГц В компакт-дисках, в простонародье CD Частота выборки установлена с запасом То есть 44,1 кГц Таким образом, с компакт-диска можно с высокой точностью восстановить сигналы с частотами до 22,05 кГц Что перекрывает возможности самого чуткого уха с лихвой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА